Владельцы автомобилей с армянскими номерами, похоже, могут вздохнуть с облегчением. Сегодня на расширенном заседании правительства президент поручил за месяц решить эту проблему путем оформления временной регистрации. Глава государства сегодня услышал отчеты министров и озвучил сразу несколько своих инициатив. Зарина Беремкул расскажет, какие задачи предстоит решить кабинету министров в ближайшее время. Проблема с регистрацией машин с иностранными номерами обострялась с каждым днем. И вот на расширенном заседании правительства президент предложил решение. Он поручил в месячный срок обеспечить временную регистрацию. До 1 марта 2021 года владельцы таких машин обязаны будут законить свои автомобили. Еще один важный вопрос – использование пенсионных накоплений для покупки жилья. От такой возможности Казахстан отказываться не будет. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы. Пока по расчетам правительства снять деньги из-за счетов могут только 200 тысяч казахстанцев. Поэтому прорабатываются новые схемы. Предварительно была названа сумма 11 миллионов тенге. Сейчас мы сделаем еще раз дополнительные актуальные расчеты. Президент предложил всем госорганам и квази-государственному сектору объявить мораторий на покупку дорогих авто и мебели, а также не проводить многочисленные форумы и семинары. По части финансов есть и нерешаемые проблемы. Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна. У нас кредиты физическим лицам увеличились на 1 триллион 400 миллиардов тенге и составляют 6,7 триллионов тенге, полная возвратность которых под вопросом. Как отметили в Нацбанке, уже прошел первый этап проверки 14 крупнейших финиститутов страны. Но о результатах, в том числе, если среди них проблемные банки, казахстанцы узнают только к концу февраля. Зарина, а прозвучала ли резкая критика в адрес тех министерств и чиновников, которые не справились с поставленными задачами? Нет, Оскар, сегодня президент был предельно сдержан, даже когда делал замечания. Еще одна деталь высоких министров, которые отвечали на его вопросы, он просил садиться, чтобы они не тянулись к микрофону. Тем не менее, Касымжимар Тукаев напомнил об ошибках. Например, о том, что министрам и Акимам не удалось держать цены на продукты. Он пообещал вернуться к оценке эффективности чиновников весной. И уже тогда, возможно, освободить от должностей тех, кто не справляется с задачами. Оценивать деятельность правительства будут не сами министры, как это бывало ранее, а новая структура. Президент поручил создать при своей администрации центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ. Будьте в курсе событий, происходящих в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте включить колокольчик, чтобы первыми увидеть все самое важное.